7 сентября Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и рота одна за другой уходит копать бураки у окрестных помещиков, остались только наша до одиннадцатая. Город точно вымер. Это пыльная и душная жара, это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым оранием петухов, раздражают и угнетают меня. Право мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо тяжелыми. Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании. Вот и в настоящую минуту я представляю себе раннее утро — солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двускатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском. Бивуак ожил и закопошился. Слышится беготня, сдержанные сердитые голоса, лязг ружей, ржанье обозных лошадей. Сделав над собой усилие, выползаешь из-под мохнатого одеяла, шерсть которого сделалась сверху совсем мокрой от ночной росы. Выползаешь прямо на воздух, потому что в низкой палатке стоять нельзя, а можно только лежать или сидеть. Денщик, только что усердно раздувавший своим сапогом жестяной самовар-паучок, что ему, конечно, строжайше запрещено, кидается за водой и приносит ее прямо из ключевого ручья в медном походном котелке. Раздевшись до пояса, умываешься на чистом воздухе и видишь, как от рук, от лица и от тела вьется тонкий розоватый порог. Кое-где между палатками офицеры устроили импровизированные костры из той самой соломы, на которой провели ночь, и расселись вокруг, ежась от холода и торопливо глотая горячий чай. Еще несколько минут, и палатки сняты. На том месте, где только что раскидывался белгород полотняный, валяются лишь в беспорядке пучки соломы и куски бумаги. Гамс тревоженного бивоака растет, все поле кишит солдатскими фигурами в белых рубахах с серыми скатанными шинелями через плечо. Сначала кажется, что в этой серой муравьиной суете нет никакого порядка, но опытный взгляд заметит, как из нее образуются мало-помалу густые кучки, и так постепенно каждая кучка развертывается в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бегут к своим ротам, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с патронными сумками. Еще минута, и роты, бряцнув одна за другой ружьями, сходятся на середину поля в правильный огромный четырехугольник. А потом утомительный тридцати-сороковерстный переход. Солнце подымается все выше и выше. К восьми часам утра жара уже дает себя заметно чувствовать. Солдаты начинают скучать и поют неохотно, стройные ряды разрозниваются. Пыль с каждой минутой становится гуще, она окутывает длинным желтым облаком всю колонну, медленно на протяжении целой версты, извивающуюся вдоль дороги. Она садится коричневым налетом на солдатские рубахи и на солдатские лица, на темном фоне которых, особенно ярко, точно у негров, блестят белки и зубы. В густой запыленной колонне трудно отличить солдата от офицера. Также на время как будто ослабевает между ними иерархическая разница. И тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его метким взглядом на всевозможные явления, даже на такие сложные, как корпусный маневр, с его практичностью, с его умением всюду и ко всему приспосабляться, с его хлестким образным словом, приправленным крупной солью, которую пропускаешь мимо ушей. Что бы и кто бы не встретился по дороге, хохол в широких белых шароварах, лениво идущий рядом с парой сивых круторогих валов, придорожная корчма, еврейская балагула, бархатное поле, распаханное под озями, все вызывает его пытливые вопросы и замечания, дышащие то глубоким, почти философским пониманием простой обыденной жизни, то резким сарказмом, то неудержимым потоком веселья. Начинает темнеть, когда полк подходит к месту ночлега. Видны уже кашевары около больших дымящихся ротных котлов, расставленных в поле в стороне от дороги. — Стой! Ружья в козлы! — в один миг поле покрывается стройными рядами белых шалашиков, и вот через час или два опять лежишь под дырявым полотном, сквозь которое видны яркие мерцающие звезды на темном небе, и прислушиваешься, как угомоняется постепенно сонный лагерь. Еще долго-долго слышатся откуда-то издали отдельные звуки, смягчаемые грустной тишиной вечера. То коснется до слуха однообразное пиликанье гармоники, то сердитый без сомнения фельдфебельский голос, то внезапно вырвавшееся звонкое ржание жеребенка. А сено, лежащее под головой, примешивает в это время свой тонкий аромат к резкому горьковатому запаху российской травы.